Впервые в Тюменской области мы обнаружили именно на экотропе, только здесь. Интересных растений на экотропе немало. Только на обновленном маршруте жемчужины Тобольской флоры произрастают более 10 краснокнижных видов. Хотели показать, может быть, не все многообразие, но наиболее характерные особенности растительного мира, вот этой местности, этой территории. Обратить внимание на характерные особенности строения, растений, их свойства, в частности, лекарственные свойства, съедобные растения, ядовитые растения, охраняемые виды. Именно здесь был обнаружен в 2019 году крепидот Тобольский, новый для науки грипп. Всего экотропа расходится на три маршрута общей протяженностью 4 километра. Можно сказать, что в полутора километрах от запсиб нефтехима создана уникальная площадка, где уже более 10 лет тобольские ученые наблюдают за состоянием тобольской флоры и фауны. Многолетний системный мониторинг, который позволяет нам точно говорить о том, что запсиб нефтехим на сегодня прекрасно соседствует с флорой и фауной региона и не оказывает негативного воздействия. Здесь было большое количество различных ученых из разных регионов нашей страны и международных представителей науки. И буквально все отмечают уникальность этого проекта, связанное с тем, что он не искусственно созданный. Убедились в этом и горожане. Участники Тобольского клуба «Молодая семья» дружно отправились на прогулку в лес. И даже сырая погода не помешала. На радость детям тут и жучки, и паучки. Нам очень понравилось. Замечательно прогулялись по лесу. Доставлял дискомфорт некоторые комары. Мне понравились всякие лягушки и улитки. Я вообще люблю все очень новое и очень люблю лес. Мы с семьей и за грибами любители, и на рыбалку. Все очень понравилось. Дело в том, что даже есть то, что мы знаем, но уже забыли. А есть еще и дополнились знания. Всего за 10 лет экотропуси «Бура» в Тобольске посетило порядка 5200 человек. Гулять по лесу можно не только с экскурсоводом, но и с аудиогидом. Пополнить число гостей может любой желающий. Экскурсионный сезон продлится до октября. Анастасия Терехова, Тобольское время.